Приветствую вас, спасибо, что вы здесь и говорим о международных событиях, говорим о Трампе, который скорее всего победит, как Россия побеждает в Германии или собирается победить Германию и F-35 в небе над Украиной. Что происходит? Поехали. Министр обороны Сингапура спалил просто всех. Он говорит, что F-35 успешно исполняет свои задачи над Украиной, а в частности они обнаруживают системы противовоздушной обороны россиян и, собственно, видимо, участвуют в отработке по ним. Эта информация не новая, на самом деле. Еще в апреле прошлого года об этом говорили. И в апреле прошлого года американский летчик, который, я так понимаю, был за штурвалом этого F-35, говорил, что да, они ищут российские С-300 для того, чтобы потом украинские войска по ним отработали. То есть это не значит, что американские войска или F-35 действительно бомбит С-300 возле белорусско-российской границы. Но это означает, что F-35 так или иначе, может быть, в качестве такого подвижного радара, мобильного радара, да, принимает участие в войне на территории Украины. И хорошо, что это заявили не мы первые, а министр обороны Сингапура. Почему именно Сингапура? Вот это вот большой вопрос. К еще одной не менее веселой новости. Борис Писториус, министр обороны Германии, его предлагают снять с должности. А кто предлагает снять с должности? Партия Альтернатива для Германии. Что это за партия, давайте вспомним. Это именно та партия в немецком парламенте, крайне правая партия, которой обвиняют, которую в сотрудничестве с Россией. И действительно, наши коллеги-журналисты делали несколько расследований еще несколько лет назад о том, как финансируются, по крайней мере, несколько членов партии Альтернатива для Германии. И мы помним, как Олаф Шольц, канцлер Германии, говорил о том, что право радикальное движение слишком, слишком, ну как, поверило в себя в Германии. И мы помним митинги, которые собирались на улицах немецких городов против этих партий, в том числе и Альтернатива для Германии. Точнее, в первую очередь, Альтернатива для Германии. Так вот, они теперь просят Олафа Шольца снять Бориса Писториуса с должности, главы Минобороны, и сделать это как можно быстрее, говорят они. Ну, если получают деньги от России, то, видимо, они что-то все-таки знают, да? В чем история, почему они хотят его снять? Они говорят, что вот федеральный канцлер четко показал, что он против поставок ракет, дальнобойных ракет Таурус в Украину. А Борис Писториус говорит, что он за поставки дальнобойных ракет в Украину. И получается, что конфликт, получается, что, ну нельзя же так, чтобы министр обороны был против канцлера. Говорят там, говорит один из депутатов, точнее, Бундестага, который представляет именно эту партию. И говорит он не кому-либо, а именно в интервью известием, ну то есть комментарий для известия он оставлял. Никаких совпадений я тут не вижу, давайте идем дальше. Еще одной монеткой в копилочку против Бориса Писториуса служит как раз слитый разговор. Якобы, я буду говорить якобы, пока в Германии и в Бундестаге, и в Бундесвере не скажут, что это точно, что это вот именно был разговор немецких генералов. Потому что пока это, ну там, на 80%, на 90% разговор был, может быть, но не о том, может быть, это не тот разговор, а как сама возможность прослушивания. Ну, в общем, очень много отмазок пока такой информации на 100%, что именно тот разговор, именно об этом говорили, именно эти генералы. В общем, нету такого. Но, тем не менее, это может в копилку к снятию Бориса Писториуса послужить таки шагом, и канцлер может таки отработать эту сторону и сделать такой же. Хотя, наверное, это будет слишком пророссийский жест. Но, с другой стороны, после такого скандала Германия должна как-то определяться. Они должны какую-то позицию высказать, и должны высказать позицию за или против они Российской Федерации. Ну, то есть, не вступать в войну с ними напрямую, но хотя бы сказать, да, мы собираемся поставлять дальнобойные ракеты, да, мы можем делать то, что мы делаем. Ну, и не бояться Россию во всяком случае. Но самое интересное во всем этом разговоре о прослушке, что действительно Минобороны Германии вот комментарии о прослушке России немецких офицеров защитило паролем 1, 2, 3, 4. Не очень понятная ситуация. Ну, то есть, файл с комментарием сотрудники пресс-службы разослали журналистам и дали ссылку с паролем, который состоит из четырех цифр 1, 2, 3, 4. Ну, это очень странно. Еще бы пароль-пароль или кверти, или 1, 2, 3, 4, в принципе, достаточно для того, чтобы защитить все тайные бундесвера. Ну, во всяком случае, об этом пишет Бильд, и нету оснований пока, хоть, по крайней мере, в этом вопросе им не верить. В этой же истории произошла перепалка между российским и немецким дипломатическими ведомствами. Российское ведомство в лице Марии Захаровой, ну, как есть, заявило, что, видимо, Германию не до конца деноцифицировали. На что в Германии, ну, должна была быть какая-то реакция в любом случае, правда, должна была быть какая-то бурная реакция, но отреагировали немцы довольно сдержанно, может быть, в стиле, а может быть, это и дипломатический протокол. Потому что сказали они, что не надо нас запугивать, что Россия давит на них. Может быть, еще какие-то заявления были, о которых мы не знаем, и такое давление со стороны Марии Захаровой не единственное заявление, которое могло как-то подбить нервы немецкому дипломатическому ведомству. Но, тем не менее, ситуация очень странная. Если российская, то пусть какая бы она ни была, дипломатка обзывает Германию и говорит, что не до конца деноцифицировали, ну, во-первых, это не очень дипломатия, ну, а, во-вторых, наверное, ответ мог быть бы и жестче. И, в принципе, после такого ответа можно было Тауруса, наверное, бы и дать. Кто точно не будет долго думать, потому что, наверное, долго думает уже, это Дональд Трамп и его республиканцы. Что там случилось, вы, наверное, все знаете, Трампа допустили к выборам, потому что Верховный суд США отменил решение Верховного суда Колорадо, и они сказали, что не Верховному суду Колорадо решать, кто будет, кто может принимать участие в выборах, а кто не может принимать участие в выборах. В чем там история? 14-я поправка к Конституции Соединенных Штатов, в которой говорится о том, что там много что говорится, но в том числе говорится и о том, что человек, который принимал участие в действиях, которые направлены на повалник Конституции на Ладу, действиях, которые угрожали государственной безопасности Соединенных Штатов, может быть, самому существованию Соединенных Штатов, эти люди не могут принимать участие в выборах. Вот на эту поправку сослались в Верховном суду Колорадо и суде Колорадо, и запретили Трампу принимать участие в выборах. Там были суды, там апелляции и тому подобное, и вот Верховный суд США вдруг решил отменить, причем вот в такой именно грубой форме, что не Верховному суду Колорадо решать, кто где принимает участие в выборах, а Конгресс должен это делать. Но тут нужно вспомнить о том, что большинство судей из Верховного суда США это такие консервативные республиканцы. Во всяком случае, большую, не большую, но большую часть из них назначал сам Трамп во время своего президентства. Поэтому, в принципе, решение, я не хочу сказать, что оно заангажировано, но оно предбачивано. Оно ожидаемо, но Трамп на этом не остановится точно, хотя его первый соперник, не скажу, что Камала Харрис, вице-президент, дышит ему в спину или наступает на пятки. Трамп выиграл в большем количестве штатов, но недавно она одержала, вот недавно, накануне буквально, одержала свою первую победу в Вашингтоне, округ Колумбия. Можно сказать, что и на прошлых праймарис, перед прошлыми выборами президента она там тоже победила, именно в этом штате, но вот так. То есть это первая ее победа, надеемся, что не последняя, потому что битва должна быть все-таки как-то почестнее, поярче битва, по крайней мере, на республиканских праймарис, потому что на демократических праймарис очень похоже, что все понятно, кто будет баллотироваться в президенты. Джо Байден, скорее всего, будет пытаться пройти на второй строк. Ну, самое интересное, что решение суда было оглашено в понедельник, ну, то есть в начале недели, и не просто, это не просто день, а это день накануне так называемого супервторника. Супервторник — это вот пятое число, пятое марта. Это день, когда проходит больше всего праймарис в большем количестве штатов, и больше всего делегатов выбирается именно в этот день, чем больше, чем в любой другой день предвыборной кампании. Это тоже история Соединенных Штатов, и на самом деле победа в супервторник очень важна для кандидата, потому что, ну, скажем, в один день он набирает большую массу голосов. Можно сказать, что после супервторника мы понимаем, кто станет президентом, ну, с большой долей вероятности. А будем ждать развития событий дальше, будем ждать, чем история закончится с Борисом Писториусом. Я очень надеюсь, что его не снимут. Во всяком случае, даже если Шольц откликнется на вот такое требование партии «Альтернатива для Германии», это будет о многом говорить. Это будет говорить о том, что Шольц пошел на поводу у правых, и, может быть, пошел на поводу у русских. Как сегодня пройдет супервторник? Как Дональд Трамп выиграет, не выиграет? Ну, наверное, выиграет. И сколько он наберет голосов? Сколько он наберет себе баллов, так сказать, на праймарис? И, скорее всего, сегодня мы узнаем точно, сможет ли он пойти на президентские выборы. Ну, и F-35 будем ждать, когда увидим в нашем небе украинском F-35. Ну, скорее всего, не увидим, но можем хотя бы представить себе это. В общем, подписывайтесь на мой канал, на канал 24-го. Ставьте лайки, это важно. Оставляйте комментарии, это не менее важно. Ну, и, конечно же, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok